Кто людям помогает Лишь тратить время зря Хорошими делами Прославиться нельзя Прославиться нельзя Прославиться нельзя Встречайте, Ирина Яровая Один из самых известных и, наверное, самый презираемый законодатель Лицо партии «Единая Россия» заседает в парламенте уже 14 лет Впервые она оказалась в Думе после выборов 2007 года Голосов ей тогда не хватило Но свое место Яровой уступил губернатор Камчатки Который отказался от мандата В 2011 году эта схема повторилась Только на этот раз свое кресло Ирине Анатольевне Уступил Дмитрий Медведев Возглавлявший тогда список «Единой России» Забавно, что та же Яровая Ранее предлагала запретить такую практику Передачи депутатских мандатов Говорила, что это, по сути, мошенничество Позволяющее пролезть в Думу Темным лошадкам, голосующим, как велит начальство Ну прям оживший персонаж Гоголя Унтер-офицерская вдова, которая Сама себя высекла Вот как бы вы назвали депутата Который, не имея достаточной поддержки Оказывается в Думе с помощью таких мутных комбинаций Кто-то скажет «самозванка», «мошенница» Но в «Единой России» ответят Гордость партии Яровая и правда выглядит как образцовый единоросс Такой универсальный солдат партии жуликов и воров Она без малейших рефлексий Вносит законы, которые усложняют жизнь миллионам граждан Придумывает десятки запретов и ограничений Производит впечатление настоящей социопатки Которая не просто выслуживается перед руководством Но искренне ненавидит людей И получив в свои руки реальную власть Хочет нанести как можно больше вреда Единая Россия вместе с президентом Была и остается главной и надежной политической силой Благодаря, казалось бы, одному человеку Нашему президенту За это похвалю Крыша течет Ну что я могу сказать? Так, коллеги Давайте вспомним основные заслуги В кавычках Ирины Яровой После больших митингов протеста 2011-2012 годов Она заявила, что сажать в России нужно не только картошку И внесла целый ряд законов Направленных на борьбу с бывшими коллегами по оппозиции Яровая стала соавтором закона об иностранных агентах С помощью которого власть буквально уничтожает независимые общественные организации и СМИ По ее инициативе в уголовный кодекс внесена норма, позволяющая сажать людей за так называемое оскорбление чувств верующих Яровая подготовила поправки, которые вводят уголовную ответственность за искажение истории о Великой Отечественной войне в интернете Написан этот закон очень своеобразно Например, вы рассказываете в соцсетях, что СССР участвовал в оккупации Польши Или, не дай бог, рассуждаете о том, что Гитлер и Сталин в начале мировой войны были союзниками И напоминаете про пакт Молотова-Риббентропа Вот открыли рот на эту тему? Готовьтесь к обыскам и ищите адвоката Яровая внесла закон, вернувший уголовное наказание за клевету А поскольку клевета трактуются чиновниками так, как им самим выгодно Закон этот стал оружием в борьбе против журналистов и антикоррупционных расследователей Благодаря Яровой в несколько раз увеличены штрафы за участие в оппозиционных митингах Людей, которые смеют критиковать власть на улице, буквально разоряют Штрафы теперь достигают сотен тысяч рублей Бешеная прокурорша, как ее называют за глаза в парламенте, не стеснялась в выражениях И буквально исходила ядом, предлагая свои законы Она заявляла, что оппозиционеры ничем не отличаются от террористов и уголовников И кормятся с одних и тех же рук На вопрос, имеются ли в виду руки Ходорковского, с которых она сама кормилась много лет Яровая почему-то не отвечает Но помимо этих запретов и ужесточений, Ирина Анатольда не забывала и о себе любимой Москва город дорогой, а она женщина с высокими запросами Хочется и новую сумочку, и платье, и пальто с сапогами Поэтому неудивительно, что Яровая приобрела в Думе репутацию одного из самых доступных лоббистов В общем, бывший прокурор хорошо усвоила правила игры и стала очень ловким депутатом Она прекрасно знает, когда нужно угодить начальству и предложить очередной запрет Хорошо чувствует нужды олигархических кланов, крупных корпораций и понимает, как защитить их интересы Яровая превратилась в состоятельную московскую барыню Ну вот смотрите, в 1998 году она официально заработала за год на Камчатке всего лишь 66 тысяч рублей Сейчас же декларирует доход почти в 8 миллионов рублей Правда, из декларации куда-то исчез супруг, но это уже совсем другая история Наконец, Ирина Анатольевна приобрела без преувеличения всероссийскую известность Ее имя стало нарицательным в 2016 году, когда в Думу был внесен так называемый пакет Яровой Речь про ряд поправок в законодательство, которые, в частности, обязали операторов сотовой связи хранить и передавать ФСБ любую информацию, которой обмениваются граждане Причем делаться это должно за счет самих операторов, что создало экономическую основу для резкого роста цен на мобильную связь в России Яровая объясняла, что государство таким образом борется с терроризмом В реальности же этот закон дал спецслужбам широкую возможность для слежки за частной жизнью людей для борьбы с оппозицией и для преследования тех, кто критикует власть Инициатива Яровой вызвала резкое неприятие в обществе Сама она стала объектом презрения и насмешек А пакет Яровой превратился в настоящий интернет-мем и повод для многочисленных шуток На прошлой неделе прошли испытания инфраструктуры для хранения данных в рамках одиозного пакета Яровой Но жизнь распорядилась иначе Когда люди смотрят на Яровую, ни у кого не возникает в голове образ Маргарет Тэтчер Нет, Яровая вызывает ассоциации с персонажем старого советского мультфильма Старухой Шипокляк Дело даже не во внешнем сходстве Главный жизненный девиз Шипокляк звучал так Хорошими делами прославиться нельзя Именно этот принцип взяла на вооружение Ирина Яровая Ради карьеры, ради комфорта и денег Она готова была принимать любую идеологию Предавать тех, кто был рядом Кардинально менять свою точку зрения Итогом этого стал удивительный факт Единая Россия выдвинула Яровую кандидатом по округу на Камчатке Но, как выяснили журналисты В администрации президента ее попросили не приезжать туда до самых выборов Потому что социологические опросы показали Она вызывает только раздражение у избирателей и вредит рейтингам партии Можете себе представить Один из самых известных депутатов Просто своим появлением перед людьми Снижает рейтинг Единой России Поразительно Кто людям помогает Лишь тратить время зря Хороший питьел лапи Прославиться нельзя Поэтому я всем и каждому советую Все делать то, все так Как делает старуха по кличке Шапухляк Кто людям помогает Лишь тратить время зря Хорошими делами Прославиться нельзя Прославиться нельзя Прославиться нельзя Че! Меха! 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 Меха!